В эфире служба новостей Саров 24 студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! До наступления нового 2020 года остались считанные часы. Это время подготовиться к самой главной ночи в году и последней возможность получить заряд праздничного настроения. Смотрите в финальном выпуске новостей уходящего года. Мы помогаем. Итоги благотворительной акции канала 16. Год белой металлической крысы. О характере и нраве грызунов рассказали воспитанники станции юных натуралистов. Заветные желания. Новогодние стихи и поздравления жителей города с праздником. Далее расскажем обо всем подробно. Творить чудеса и волшебство просто. Достаточно подарить праздник тем, кто нуждается в нем больше всего. В канун Нового года завершился очередной этап благотворительной акции канала 16 «Мы помогаем». С помощью неравнодушных горожан мы собрали подарки для одиноких пожилых людей. Традиционно в преддверии Нового года канал 16 собирает подарки для нуждающихся пожилых людей, чтобы подарить заботу и атмосферу праздника. В 2019-м удалось наполнить 11 пакетов продуктами первой необходимости, предметами личной гигиены и сувенирами. Все это удалось собрать благодаря поддержке неравнодушных саровчан и аппарата городской думы. Первый презент команда канала 16 привезла адресату лично. Александра Степановна Яблонская живет с сыном-инвалидом. У них нет возможности побаловать себя. Новый год встречают скромно. Пенсионерка не переставала благодарить жителей нашего города за внимание, которого ей не хватало с момента переезда в Саров. «Я тронута до глубины души. Большое вам спасибо. И вас с наступающим. Здоровья, счастья, благополучия и всего самого-самого хорошего. И спасибо за 25 лет, которые я здесь проживаю. Я из Пензы 19. Это первый подарок и первое внимание в этом городе». Еще 10 пакетов наша редакция привезла в Управление социальной защиты населения. Все подарки распределят и доставят нуждающимся одиноким пенсионерам до наступления Нового года. «Благодаря неравнодушным жителям нашего города собраны наборы продуктовые для одинокопроживающих пожилых людей нашего города. Эти наборы будут вручены в канун Нового года одиноким жителям, чтобы они себя не чувствовали в новогоднюю ночь и в новом году забытыми». Благотворительная акция «Мы помогаем» – еще одно доказательство, что новогоднее чудо существует. Подарить частичку тепла и заботы тем, кто в этом нуждается, по силам каждому из нас. Чаще делайте добро, и оно обязательно вернется в 2020 году. Совсем скоро кабан, сопровождающий нас в 2019 году, уступит место другому животному. По восточному календарю следующий год – год белой металлической крысы. Эта млекопитающая в китайском гороскопе ассоциируется с мудростью, богатством и способностью из любой ситуации извлечь пользу. А какими чертами характера обладают настоящие грызуны – расскажем в следующем репортаже. Крысы – животные, которые покоряют своих владельцев высокими умственными способностями, потрясающей памятью, хитростью и умением выполнять сложные трюки. У одних эти грызуны вызывают чувство брезгливости и страха, для других оказываются лучшими домашними питомцами. Крыс бояться не стоит, потому что, когда крысы приручались, их именно отбирали по лояльности к человеку. То есть, не такой агрессии к человеку декоративных крыс нет. Это декоративный вид крысы, и, естественно, они отличаются от своих диких сородичей, которые обладают определенной агрессивностью. Декоративные крысы произошли от лабораторных. В год они употребляют 12 килограммов продуктов. Грызуны способны отличить отравленную пищу от обычной даже тогда, когда концентрации яда мала. Селекта крысы больше, чем у кошки. Она способна учить еду за 50 миллисекунд. У крысы этот вот хвостик не чистится. Она чистит больше себя. А еще крысы хорошо ныряют, лазают по канатам, трубам и деревьям. За день они преодолевают от 10 километров и могут прыгать в высоту до 80 сантиметров, а в стрессовом состоянии – до 2 метров. У крыс богатый диапазон криков. Они разговаривают между собой электрозвуками. Они могут взять разную частотность. Сегодня крысы не менее популярны в качестве домашних любимцев, как собаки и кошки. Главное преимущество грызунов в том, что они занимают мало места и подходят для небольших квартир. Новый год – любимый всеми праздник, который с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Это предновогодняя суета, украшение елки, добрая семейная атмосфера и возможность окунуться в настоящую сказку. Готовятся к празднику и начинают заранее. Покупают подарки, украшают дома, готовят меню для новогоднего стола. Исполнение каких желаний ждут соровчения в новом году, выясняла наша съемочная группа. С Новым годом, друзья, с новым счастьем! Мы с Дедушкой Морозом вышли на улицы города, чтобы поздравить горожан с самым ярким, самым волшебным и самым любимым праздником Новым годом. Пойдемте узнаем, как они будут его отмечать и какое настроение. Как настроение? Ну, почти предновогоднее, еще бы снега немножко. Дедушка Мороз, поздравайся! А тогда давайте вместе наколдуем, чтобы снег у нас пришел. Раз, два, три! Дед Мороз, снежка нам подари! Исполнится, распозор зажегся, исполнится! Поздравляю всех с Новым годом! Желаю счастья и здоровья! Давайте поздравим всех соровчан с праздником! Поздравляем всех соровчан с праздником, с Новым годом! Счастья, здоровья, всего удовольствия! Поздравляю всех соровчан, здоровья, мира и добра! Всех с Новым годом! Счастья, радости и успехов! Ну, Саровчанам в следующем году я пожелаю как бы успехов, ну, счастья, хорошего настроения, и чтобы в следующем году все ваши пожелания обязательно исполнились. Если не способ в следующем, то по следующим обязательно исполнились, так что, чтобы все было у вас хорошо. Поздравляю всех Саровчан с Новым Годом, желаю успехов, счастья, чтобы все мечты сбывались, как главное – здоровья. Ну что ж, дорогие мои друзья, желаю вам самого крепкого здоровья и почаще улыбаться на все ваши проблемы, которые возникнут в течение года, отсылайте их ко мне, великий устюг, там-то я с ними и договорюсь. С Новым Годом вас, друзья! Ура! Новый Год – возможность сказать теплые слова, поблагодарить и пожелать всего самого наилучшего. С Новым Годом соровчан поздравили первые лица области и города. Уважаемые коллеги, друзья, дорогие ветераны, примите самые искренние поздравления с Новым Годом и Рождеством. Мы провожаем 2019 год с чувством гордости за результаты нашей работы. Традиционно на 100% выполняется государственный оборонный заказ. Укрепление обороноспособности страны, защита ее безопасности – это важнейшая задача атомщиков, и мы решаем ее с честью. Дорогие друзья, наступающий 2020 год будет особенным для нас всех, ведь это год 75-летия атомной промышленности, которая является ровесницей Великой Победы. Убежден, что наш юбилейный год ознаменуется еще более значительными производственными результатами, и залог тому – профессионализм атомщиков, их самоотверженность и преданность стране и делу. Желаю вам крепкого здоровья, сил, энергии, бодрости духа, как можно больше радостных дней, успехов и счастья. Пусть в ваших домах всегда живут любовь, уют и тепло, благополучия и удачи вашим родным и близким. С наступающим Новым Годом! Что в нашей жизни самое дорогое? Деньги? Ну, конечно же, нет. Карьерный рост и успех важны, но, наверное, и это не самое главное. Здоровье близких нам людей? Да. Счастье наших детей – это, конечно же, самое дорогое. Каждый из нас о чем-то мечтает и стремится исполнить свою мечту. Но бывает так, что возможность осуществить мечту другого намного ценнее, чем исполнить свою собственную. Знаете ли вы, о чем мечтают ваши дети? Эти игрушки сделали дети своими руками. На них они написали свои мечты в надежде, что в Новом Году они исполнятся. Вот Катя, ей 13 лет, мечтает съездить в Санкт-Петербург. Коля, ему 8, мечтает о спортивных победах. Наташина мечта, чтобы ее родители никогда не ругались. А пятилетний Сережа мечтает о собаке. Желания детей бесценны, но самое главное, что в наших силах воплотить их в жизнь. Давайте проживем следующий год так, чтобы детские желания исполнялись. Счастья вам! И пусть ваши желания и желания детей вокруг вас становятся реальностью. С Новым Годом! Уважаемые горожане, это был год 70-летия испытаний первой отечественной атомной бомбы. Мы с удовлетворением отмечаем, что наше градообразующее предприятие уверенно смотрит в будущее. Это был год 70-летия парка имени Зернова, любимого места отдыха наших горожан. Это был ряд юбилейных дат для нашей системы образования. Я желаю всем здоровья, желаю всем успехов, желаю всем новых ярких открытий и впечатлений, семейного благополучия и всем добра. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Хочу отметить, что сегодня у Российского федерального ядерного центра ВНИЭФ есть все основания строить созидательные планы на будущее. Пусть 20-й год принесет ваши дома перемены к лучшему. Станет хорошим стартом для добрых дел, осуществлением всех надежд и планов. Дорогие друзья, благополучия, здоровья вам и вашим близким. Мира и радость! Уважаемые жители нашего замечательного, красивого города. Город Саров хоть и закрытый город, но всегда отличался тем, что являлся жемчужиной Нижегородской области, юга Нижегородской области. Жители Сарова – это всегда люди, которые имеют свою позицию. Во многих вопросах в этом году, в 2019 году, они ее очень активно проявляли. Это вопросы, связанные с формированием комфортной городской среды. Это вопросы, связанные со строительством 10-й, с реконструкцией 10-й школы. Мы понимаем, что не все задачи, которые были поставлены перед нами в 2019 году, мы сумели реализовать. Но уверен, что вместе с вами в 2020 году мы сделаем гораздо больше для развития нашего замечательного города. Дорогие друзья, я вас поздравляю с праздником, желаю всем крепкого здоровья, оставаться всегда такими же активными нашими жителями. Хочу пожелать близким здоровья, счастья, удачи, и чтобы в ваших домах всегда светило мирное небо над головой. С праздником вас, дорогие саровчане! Дорогие саровчане, от всего сердца поздравляю вас с новым 2020 годом. Уходящий год был сложным, но продуктивным. В новом году я желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, успехов и благополучия. Ну а мы, коллектив канала 16, продолжим радовать вас новыми проектами, ежедневными новостями, и рассказывать вам о том, что действительно происходит в нашем городе. Поэтому в новом году оставайтесь с нами и не переключайтесь. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Мы поздравляем всех саровчан с новым годом, счастья вам, удачи, семейного благополучия и только хороших новостей в новом году. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. Также следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго, хороших вам новостей и до встречи в новом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова